Меня зовут Юлия Космой, на самом деле, я правда читаю лекции уже четвертый раз, и на самом деле это в период одного года, и могу сказать, что за этот год жизнь кардинально изменилась. И до этого я год работала как штатный дизайнер, но я работала в рекламном агентстве, рекламное агентство Upside, мы работали с Clorans, La Roche-Posay, L'Etoile, и я, соответственно, делала рекламные макеты и снимала контент для блогеров в том числе. И когда я работала в рекламном агентстве, в мою голову закралась мысль истерия, что почему я снимаю контент для блогеров, а сама при этом блогером не являюсь. И, соответственно, передо мной встала задача, что я хотела уйти в свободное плавание, хотела развивать свой блог и, соответственно, самой начать зарабатывать, вернее, на съемке контента. В принципе, блогом я занимаюсь в целом три года, но могу сказать, что до этого два года я просто барахтывалась и плавала, как говорится, в этой площадке, и не понимала, что здесь делать и какие правила существуют на платформе Инстаграма в том числе. И, соответственно, сегодня у меня лекция посвящена такой максимально полезной и ужатой выжимке по полезностям, которые, я думаю, вы сразу, выходя, как говорится, после лекции, можете применить в своем русле, в своей работе. И, соответственно, чтобы мы не засыпали, а то девушка начинает засыпать прям сразу, давайте еще немножко похлопаем, чтобы себя просто немножко взбодрить. Чуть-чуть. Я не очень люблю рассказывать про себя, просто давайте на примере своих работ, как говорится, вы сразу имели понимание, для кого я работаю, для кого я снимаю, и, может быть, по этому поводу у вас будут вопросы. В том же русле, как, например, начать работать с крупным клиентом и, соответственно, как начать зарабатывать на этом деньги. Если коротко, то я снимаю контент. Что такое, ребята, контент? Смотрите, есть фотография рекламная, это то, что мы видим на плакатах, то, что мы видим по телевизору. Есть, соответственно, контентные фотографии, это люди, контент-мейкеры, которые ее материал публикуют и в своем блоге, и также и для блога бренда, и, например, для других рекламных площадок. Соответственно, ко мне обращаются Тема, я снимаю для Темы, я снимаю для Векома, я снимаю для Вкусвилла, вот торт, который с правой стороны. Я снимала для Ганчи, я на постоянной основе снимаю, что это? Я на постоянной основе снимаю для Харриса и являюсь еще амбассадором Бориллы, и, соответственно, тоже снимаю для них контент. В целом могу сказать, что это от 10 до 15 имиджей в месяц, которые нужно делать, и, соответственно, один рецепт, одна фотография стоит в районе 4 тысяч рублей, и, соответственно, у меня более чем 5-6 клиентов, и математика проста, просто умножить эти эти числа, и получается средняя зарплата. Вот, я могу сказать, немножечко, как говорится, офисадерская информация, ну, просто я не в целях похвалить саму себя, а сказать, что это действительно работает, и, ну, может быть, как-то вас вдохновить, когда я уходила из офиса, и когда работала дизайнером, в год я не зарабатывала больше, чем у меня, у меня не выходило больше, чем 600 тысяч рублей, и, соответственно, когда я вышла на фриланс, самая главная задача и желание, которое у меня было, это чтобы не зарабатывать меньше, то есть я даже не планировала зарабатывать больше, мне просто хотелось хотя бы не ухудшать, как говорится, свои жизненные потребности. Вот, и за год работы, за год работы, которая была проделана и по материалам, и по секретам, и по приложениям, которые я вам сегодня расскажу, которые, соответственно, помогли мне выйти, я могу сказать, что по факту я недавно заходила на приложение Сбербанка, и по факту оказалось, что я не только заработала столько же, сколько зарабатывала в офисе, но заработала ровно в три раза больше. Это оказалось секретом для самой себя, и, соответственно, это исключительно только на фотографии и на тех материалах, которые я вам сегодня буду рассказывать. Так, и поехали. Соответственно, самое главное, что я хочу сказать в первую очередь. Вы можете разбираться в чем угодно, но всегда найдется миллион человек, который будет делать лучше, чем вы. Моя лекция сегодня направлена на то, чтобы вы улучшили то, что вы умеете, и принесли какие-то новые фишки, соответственно, в свой блог. И начинаем. Смотрите, что вы видите. Я думаю, что вы разбираете, что это. Кто? Кому знакомо, что это Инстаграм-страничка, правильно? У нас, соответственно, это планировка нашей страницы. Это старый дизайн. Старый дизайн был основан на акценте имя, то есть наше имя-лого, на публикациях, счетчик публикации, на подписчиках, на подписках, и, соответственно, дальше у нас идет навигация. Этот дизайн, как вы понимаете, сейчас уже сгорел, и у нас переходит новый дизайн нашей странички. И что мы смотрим? Теперь смотрите, какие самые главные акценты. Я человек, который зарабатывает в Инстаграме, и человек, который снимает контент для Инстаграма. Самый главный вопрос, я думаю, у многих может возникать, это как меня находят и как ко мне обращаются за работой, правильно? И как меня находят люди, и почему я их интересую. Сейчас у меня здесь будут вам расписаны советы, как вам заполнить свою страничку в Инстаграме, чтобы, соответственно, точно так же привлекать к себе внимание и быть понятным людям. Обратите внимание, что на данный момент наш никнейм в данном дизайне Инстаграм-страницы уже уходит на второй план. Инстаграм выпустил визитки, как вы знаете, и, соответственно, визитки можно печатать, можно печатать на одежду, на какие-нибудь там чехлы, либо еще что-то. То есть вы можете ставить ходячие рекламы самого себя. Вот, и поэтому у нас наш никнейм уходит на второй план. И теперь самый главный акцент в нашей странице это на название. У меня название Юлия и ее космоционство. То есть я это подразумеваю, как ставлю личный бренд в первую очередь, и под космоционством подразумеваю то, что я пишу о жизни и о работе. Вот, ваша главная задача на самом деле это найти и определиться с названием вашего блога. Смотрите, давайте чуть-чуть тогда немножко познакомимся. И, соответственно, просто вы мне скажите, может быть, кто-то из вас тоже блогер, и если кто-то блогер, поднимите руку. Вообще никого? Окей, а какая у вас деятельность? Я занимаюсь лекарством, что на риманском. Ага, ну то есть творческая личность в любом случае. А вы? Да. Я занимаюсь заниматься. А вы? Я перед этим программом. А вы? Ну, если отнести с кандидатом, там мобильный автоказ. Мобильная фотография. Ну, окей, смотрите, у нас у всех очень разная специфика нашей деятельности, да, и у нас у всех разные наши способности. И в любом случае наш Инстаграм это сейчас огромная площадка возможностей, в которую вы можете, естественно, зарабатывать. И просто в Инстаграме есть возможность заработка не только, как говорится, у рекламных агентств, либо бренд, но еще и на других людях, которые к вам могут обращаться за рекламой, либо за продуктом. И, соответственно, к вам могут обращаться, чтобы вы, например, снимали те же флотлееры складки, если вы мобильный фотограф. Это более чем возможно. Но задача, как люди вас будут искать. У вас в вашем названии профиля должна сразу считываться ваша деятельность. И деятельность должна основываться на личном бренде. То есть, если вы, например, фуд-фотограф, как я, то, соответственно, в деятельности можно брать акцент на то, что вы снимаете для ресторанов, вы предоставляете какую-то услугу. Если, соответственно, вы аниматор, то придумайте себе какое-то название, как, например, какой-то студии, студии по анимации. Вот, то есть, по названию, название у нас работает в качестве навигации в Инстаграм, в Инстаграм-площадке. То есть, например, люди, когда ищут какого-то кондитера, они там вбивают торт либо кондитер, и им высвечиваются те люди, у которых в названии это указано. Вот, понимаете, да, в чем завязаны алгоритмы, как говорится, по аранжированию в Инстаграме. Соответственно, что у нас идет дальше? У нас меньшее поле для деятельности. То есть, вот эти пункты, которые у меня описаны. Раньше там было 120 знаков, теперь их сократили вот до трех параметров, а все остальное у нас скрывается. Соответственно, в трех пунктах должны находиться главные тезисы вашей страницы. Что такое тезисы вашей страницы, расскажу чуть-чуть позже. И, как вы видите, Инстаграм совершенно убрал акцент с подписчиков и подписок. То есть, теперь абсолютно не важно, сколько людей вас читает. То есть, самое главное, это навигация по вашей странице, что она понятна, кто вы и чем вы занимаетесь. И, соответственно, ваш контент и визуальный, и текстовой в том числе. Разбираемся дальше. Здесь советы от самого Фейсбука, как правильно настроить, соответственно, свой Инстаграм профиль, чтобы вас находили и считывали люди. Здесь у меня вверху находится, соответственно, ссылочка. Жалко, что она не может быть гиперссылкой. Но это, как вы видите, на официальном сайте Фейсбука. Они выписывают такие вот бизнес-типсы для тех людей, у которых подключена бизнес-страница в Инстаграме. Вы все знаете, как включить бизнес-страницу в Инстаграме? Если кто не знает, то в Инстаграме в настройках вы просто выбираете лично и, соответственно, бизнес. И когда вы подключаете бизнес, она у вас связывается с вашей страницей во Фейсбуке. И на вашу почту Фейсбук будет отправлять вот подобные советы, как развивать себя в Инстаграме. Я не буду зачитывать. Я надеюсь, что вы все сами прочитаете либо сфотографируете. Вот самое главное – это фото про название, как я говорила, сайт. Ну, то есть контакты – это само собой. В следующем слайде у нас обязательно должны быть кнопки, кнопки связи. На данный момент Инстаграм выкатывает кнопки, по которым можно автоматически, например, себе забронировать столик, купить билеты, записаться в маникюрный салон, либо еще что-то. Я недавно заходила и смотрела по сфере услуг. Там уже находятся те компании, которые, видимо, прошли какую-то модерацию через Фейсбук. То есть если вдруг у вас уже, например, агентство либо магазин, я думаю, что вы можете связаться с Фейсбуком, чтобы попросить, чтобы они вам сделали кнопку, которую вы прямиком можете, как говорится, вшить в свою страничку. То есть вы понимаете, когда человеку нужно оказать какой-то спектр услуг, он должен это сделать буквально за 2-3 секунды. У него не будет времени зайти, посмотреть, подумать. Он заходит на кнопку, оплачивает, заказывает и уже, соответственно, в дальнейшем проходит ваша связь. О хэштеге хочу обратить очень важный момент. Например, я раньше думала, что в странице нужно вшивать какой-то авторский хэштег, который я там использую в своих публикациях. Но, как вы видите, оказывается секрет другой, что благодаря хэштегу люди проще найти мою страницу. И они сделали пример по курьерской доставке. То есть, например, если у меня служба по курьерской доставке, то мне нужно выписывать в дизайн моей странички не какой-то свой авторский тег, а вот прям просто писать дословно «курьерская доставка». И, соответственно, для себя я переписала, поставила хэштег «фудфотографии» и «фудблогер». И я так понимаю, что благодаря этой навигации я буду чаще высвечиваться в хэштегах. В Инстаграме можно сейчас подписываться на хэштеги. И, соответственно, видимо, благодаря этому могу больше и чаще ранжироваться в Инстаграме. Так, все правильно. Мы идем дальше. Смотрите. Я говорила про тезисы страницы. Что же это такое? У меня есть промо моей странички. Это, соответственно, моя сфера деятельности, которую я описываю, которая может завлечь людей. То есть, например, когда у меня спрашивают, кто такая Юля, или когда просто себе что-то рассказать, то я говорю, что моя деятельность – это то, что я приезжаю в дорогие рестораны, соответственно, фотографирую еду за большие деньги и ем ее. Я ее, правда, ем. Не всю, конечно, но чаще всего. А что это такое? Из-за чего это связано? Что мелькает? Никто не знает. Ладно. Вот. И, соответственно, поэтому я не очень худенькая, но богатая. Вот. Еще у меня два кота и скелет Костя. Соответственно, об этом и блог. Согласитесь, это достаточно веселое и простое описание человека, которое не пафосное, но которое в то же время интересует. То есть, людей интересуют, что это за работа, которую нужно ездить и есть. Еще и получают за это деньги. То есть, если у вас сейчас как бы на данный момент нет блога, то самое время задуматься и завести его, потому что если вы думаете, что уже очень много блогеров, и все ниши заняты, и нет возможности, то это неправильное мышление. Очень мало замечательных блогеров, которые, как говорится, выстреливают. То есть, на данный момент по статистике по Москве всего лишь 16 тысяч блогеров. Если вы думаете, что 16 тысяч – это ужасно как много, то по Москве это на самом деле капля в море. И то есть, по сути, вы можете выбрать себе совершенно любую нишу. Самое главное – определиться, кто вы и чем вы хотите заниматься, и расписать, вот так скажем, свою какую-то деятельность в такое промо. Далее у нас идут тезисы страницы, то есть кликбейты. Я вернусь на прошлую страничку, чтобы показать, что такое тезисы. Быстренько придется снова просмотреть анимацию. Это не так классно смотрится, как в первый раз. Соответственно, тезисы страницы – это, конечно же, вот мои пункты, которые разбиты на галочки. Это профессия, моя профессия – фудфотограф. Я снимаю для брендов с мировым именем и, соответственно, пишу о жизни. Это и есть мои тезисы, которые людей могут заинтересовать. То есть, когда вы заходите на чью-то инстаграм-страничку, у вас есть 3-5 секунд, из-за которой вы принимаете решение, нравится вам или не нравится. Соответственно, тезисы – это возможность человеку быстро рассказать, чем вы ему, например, можете быть полезны или как вы его можете заинтересовать. Соответственно, я для себя, просто на моем примере могу расписать, что у меня были подобные тезисы, что я, например, ушла с офиса. То есть, очень многие люди хотят покончить с офисной жизнью и начать заниматься фрилансом, либо работать на себя. Это кликбейт, кликбейт, что я смогла, у меня получилось, и у вас тоже получится. Соответственно, о блоге, о фотографии. Блог без пафоса, но с юмора. У меня вкусные рецепты, и, соответственно, я погружаю в эмоции, когда вы читаете мои посты. И, соответственно, рассматривая фотографии, вы непременно захотите именно жрать. Не кушать, а именно жрать. Соответственно, это тоже кликбейт. Это вызов. Когда вы читаете подобное, вы сразу интересуетесь, так, ну что же у тебя там за такие фотографии, что я, глядя на них, захочу жрать. Вот. И, соответственно, тезисы, они вызывают желание поспорить, они вызывают желание возмутиться, например, либо еще что-то. То есть в тезисах должна быть расписана та информация, которая вызовет у человека, соответственно, эмоции. Вот общие тезисы, как у всех, это то, что абсолютно не привлекает к себе никакого внимания. Когда у нас открываются ювелирные магазины, у них самое главное, что это дорого-богато, и это элитная там жизнь какая-то. Это неинтересно, это уже никого не привлекает внимания. Вот. Поэтому общие тезисы, их лучше отпустить и не брать их во внимание. Далее. Про что я говорю? Когда говорю, что тезисы должны вызывать какую-то эмоцию. Люди испытывают эмоции. Мы находимся в виртуальной среде, во всех социальных площадках, и мы там проводим время, мы там развлекаемся, мы ищем какую-то эмоциональную подпитку. То есть мы хотим либо расслабиться, мы хотим отдохнуть, мы хотим как-то повеселиться, отвлечься, либо еще что-то. То есть самое главное, люди испытывают эмоции. И поэтому ваша задача, которая стоит перед вами, как блогера, как любого творческого человека, как любого человека, который работает в своей специализации, ваша задача – это помогать людям испытывать эмоцию, как говорится, благодаря вас. И, соответственно, нет ничего хуже, когда люди вам не сопереживают, люди не влюбляются, люди не чувствуют, и людям на вас все равно. Естественно, это хуже всего, это, как говорится, самый страшный страх для каждого человека. Именно этого мы не хотим. Правильно? Мы хотим, чтобы нас любили, уважали и прочее. Вот. Поэтому самая главная наша задача, как любого человека, в принципе, не только блогера, это заставлять людей чувствовать эмоции благодаря нашей деятельности. Смотрите, триггеры индивидуальности. Что же это такое? У каждого из нас в Инстаграме есть, естественно, аватарка. Как вы думаете, какая самая распространенная аватарка, которую люди ставят? Себя. Себя, естественно. Аватарка с себя. Это что? Ну, да. Вот, смотрите, какой есть путь. Когда, как говорится, я просто человек, да, я не знаю, какая у меня сфера деятельности, я могу там и рецепты готовить, и котов разводить, и, не знаю, со скелетом сниматься. То есть я не знаю, что снять, и я использую просто фотографию себя, своего лица, либо просто какой-то красивый снимок, который был сделан моими руками. Такие аватарки в Инстаграме не работают, потому что такие, соответственно, юзер-пики, они у каждого второго. И вам, чтобы выделяться и быть, как говорится, на вершине внимания, нужно ставить триггерную аватарку. Соответственно, что такое триггер? Триггер – это маяк, визуальный маяк, по которому люди вас запоминают. И самый главный триггер – это, конечно же, именно триггер индивидуальности. Но смотрите, какой есть опасный момент. Например, у каждого фотографа в поле его аватарки стоит его лицо с камерой. Согласитесь, да, что буквально у каждого второго и третьего. Конечно же, это очень плохо, потому что все фотографы, получается, не выделяются на фоне друг друга. Соответственно, какая самая главная задача по вашей аватарке? Ваша аватарка, она должна легко запоминаться, ее легко описать словами. Вот у меня, например, котик в очках. Это мой котик, я его подобрала с улицы, у него богатая история, так же, как и у меня, богатая история вместе с ним. У многих людей, которых меня не знают, у них вопрос, что вроде бы я фуд-фотограф и фуд-блогер, и, соответственно, вопрос, почему у меня стоит котик на аватарке. Вот, но котик, у него такие же зеленые глаза, как у меня, он тоже в очках, как и я, и, соответственно, в принципе, у меня об этом указано в блоге, что я люблю котиков, И, соответственно, мой кот Котлеты, его зовут, он уже, как говорится, часть моего личного бренда, так скажем. И людям, когда они спрашивают о фудфотографах, когда, опять же, всегда на нас работает сарафанное радио, кого вы можете порекомендовать, им проще сказать, что ищи Юлию, у которой кот на авиа. Так проще всего меня описать, это замьет пару секунд, чем описывают, например, ищи девушку, которая вот так вот выглядит, у нее такая длина волос, она там стоит с камерой, либо еще что-то. Вот, поэтому самое главное, вас должно быть легко запомнить и вас легко описать словами. На примере всех аватаров, которые сегодня здесь есть. Соответственно, кот в очках, розовая собака на розовом фоне с шляпой, девушка, которая ест шоколад, единороги. Соответственно, иллюстрация, которая, я не помню, к сожалению, как зовут этого блогера, но вот эта иллюстрация полностью отражает суть деятельности, да, что она мама, она не высыпается, она вечно растрепана. Вот, и тут хорошо проработал иллюстратор, и здесь легко ее, в принципе, описать. Ну, просто зеленое яблоко, соответственно, это Лили Нилова, которая занимается поп-арт-маркетингом, и у нее аватарка, которая нарисована в стилистике поп-арта. Вот, и это Никся, но я не помню, как ее зовут имя и фамилия, соответственно, это кондитер брендшев. И, как вы видите, вот я недаром расположила их рядом с друг другом. Это тоже Дарья, она тоже фуд-фотограф, и у них блоги достаточно лично-лиричные, и, соответственно, аватарки тоже такие, которые немножечко с сексуальным подтекстом, потому что шоколад, он вообще, в принципе, будоражит, вызывает желание, либо еще что-то. Вот, и, соответственно, здесь они внимание привлекли еще плюс с сексуальным подтекстом, а секс-селс, как говорится. У меня я привлекаю внимание с юмором, потому что, в принципе, когда вы видите подобную аватарку, вы понимаете, что вы не увидите там какие-то запрещенные булочки и 18+, что, между прочим, сейчас запрещено в Инстаграме. Вот, ну и самая главная успешность хорошего триггера – это контрастное изображение. Обратите внимание, что все изображения находятся на нейтральном или ярком фоне – белый, розовый, черный. Это лаконичность, то есть, у нас наш визуальный образ не перегружен какими-то деталями. Вот, ну и, соответственно, визуальная ясность, мы просто можем, опять же, описать, что мы видим. Есть шоколад, там держит шоколад, держит яблоко, просто у нас поп-арт, ну и, соответственно, как-то мы можем это легко описать своими словами. Чтобы проверить, например, хорошая ли у вас аватарка, вот на данный момент вы можете, например, показать телефону соседа, который сидит рядом с вами и посмотреть, насколько быстро он сможет описать то, что он видел словами. Вот, ну и, соответственно, точно так же вы можете проверить описание профиля, понятно ли то, чем вы занимаетесь по описанию профиля или непонятно. Лучше не пробуйте, вернее, не спрашивайте совета у мужей, там, сестер и братьев, и мам, пап, потому что они не понимают, что вы от них хотите, и не боятся нас обидеть. А вот этот вот страх не бояться обидеть, он хуже всего, потому что люди в данном случае не могут сказать, как действительно обстоят дела. Поэтому как раз-таки незнакомому человеку легче и лучше всего показать, потому что он вам прямо в лоб расскажет, соответственно, как обстоят дела. Далее у нас идут примеры рекламного макета. Что такое рекламный макет? Сейчас в Инстаграме есть возможность продвигать не только посты, но еще и наши сториз. И, как вы понимаете, сейчас посты не набирают такой огромный охват, например, как истории, потому что на истории Инстаграм выделяет большее количество времени и средств, потому что, например, за последние полгода в ленте, в принципе, не поменялось ничего, в то время как в истории у нас появились опросы, таймлайны, счетчик, смайлики, гифки или еще что-то. То есть в основной упор у нас идет и на истории. И поэтому сейчас наверняка вы все равно читаете какие-либо блоги, наверняка вы знакомились и видели подобные рекламы, которые всплывают в вашей ленте. Еще, как говорится, небольшая офсайдерская информация на будущее. В скором времени лента Инстаграм, наша основная лента, тоже станет постраничной. То есть не как мы сейчас ее пальчиком листаем, а она будет листаться у нас как слайды. И, соответственно, я так понимаю, что они берут акцент на то, чтобы делать, как говорится, некие рекламные макеты по подобному вертикальному расположению. Вообще, как вы, думаю, могли заметить, что Инстаграм вместе с Фейсбуком очень сильно хотят составить сильную конкуренцию Ютьюбу и переворачивают, делают, как говорится, реформу против горизонтального видео в вертикальное. Вот сейчас идет трансляция в горизонтальном положении, и относительно Инстаграма это, естественно, неправильно, потому что она должна быть именно вертикальной, и подобные, как говорится, трансляции, подобные прямые эфиры Инстаграм лучше и больше ранжирует, чтобы привлекать внимание людей. Примеры рекламного макета, которые можно и нужно делать в Торис. Каких делать это в предложениях, я расскажу вам немножко попозже. Но самое главное, на что расставлять акценты. Опять же, как вы видите, у нас по картинке, которая с левой стороны, это красивая фотография фотографа, это самый главный тезис, что она русский сказочный фотограф, ну и, соответственно, у нас идет навигация на ее страничку. Это дальше есть еще анимация другой рекламы, тоже фотографа, соответственно, у нас идет призыв, мы интересуем, кто на самом деле снимает подобные фотографии. И, как видите, есть слайд, и, соответственно, опять же, навигация на фотографа, нужно нажать и перейти. Вот, и подобные рекламы, они хорошо продвигаются в Инстаграме и привлекают к себе достаточно хорошее внимание. Как вы видите, здесь нет какого-либо, так скажем, сложного дизайна. Это просто главные тезисы, это симпатичные фотографии, которые привлекают внимание. Ну и, естественно, расписывается наша деятельность, читая которую, в историях я просматриваю и принимаю для себя решение, там, интересно про то, что будет писать эта девушка, либо неинтересно. Вот, и, соответственно, это как примеры, которые вы можете взять себе на вооружение по дизайну, по расположению, и что писать в рекламных текстах. Дальше. Умение. Смотрите, ваша повседневность, это для кого-то новый мир. Вот здесь, вот я по всем, как говорится, людям не прошлась, но у вас у всех абсолютно разная деятельность. И вам может казаться, что то, чем вы занимаетесь, и то, что вы знаете, это знают все. И, естественно, это знают люди из вашего окружения, с которыми вы общаетесь. Так же, как мне кажется, что все абсолютно знают, что такое охват в инстаграме, как себя там продвигать, как делать рекламные макеты, что это же очевидно, об этом все знают. А по факту, естественно, моя повседневность, это для кого-то абсолютно новый мир и куча информации, от которой взрывается мозг. Берите это себе на вооружение. Это, как говорится, одна из основных идей, благодаря которой, вот уже сидя прямо здесь, вы уже можете создать свой блог и расписать тезисы и названия. То есть то, что вы умеете, об этом и пишите, об этом и транслируйте миру, и мир тем самым будет обращать на вас внимание. Далее, это обязательно себе сфотографируйте, соответственно, это просто примеры на все случаи жизни, какие бывают посты в инстаграме. Чаще всего люди понятия не имеют просто, о чем писать и как писать. Наши посты в инстаграме могут делиться на личные, активные и рабочие. Я не буду все перечислять, думаю, вы сейчас их прекрасно можете сами прочитать, но просто хочу рассказать, какая между ними разница. То есть в личных вы можете использовать, вот, например, у нас идет мнение, то есть транслировать личное мнение по тому или иному поводу, либо по вашей жизни, либо по вашим событиям, либо брать чье-то мнение и, соответственно, анализировать его, согласны вы, например, с ним или нет. То есть это у нас относится к личным публикациям, благодаря которым люди могут понять, что вы за человек и, ну, соответственно, заинтересоваться, либо наоборот понять, что вы ему неинтересны. Дальше у нас идут активные, соответственно, это те посты, которые повышают наши охваты, соответственно, повышают лояльность людей, заставляем их лайкать, заставляем их оставлять комментарии. Их нужно активные посты устраивать как минимум один-два раза в неделю, потому что нынешние алгоритмы по инстаграму – это выживание просто в дикой среде, и нам нужно быть там очень активными со своей аудиторией, потому что если мы не публиковали фотографию, вернее, молчим уже более чем 2-3 дня, то, соответственно, наши показы режутся на четверть. То есть чем чаще, естественно, вы выкладываете, если вы выкладываете хотя бы минимально один раз в день, то, соответственно, хотя бы в половине вашей аудитории вы будете показываться. Вот, и подобные активные посты, они позволяют нам вернуть активность тех людей, которые мы могли пропустить. Так, не спим, не спим, давайте еще чуть-чуть похлопаем, просто немножко взбодримся. Все, и дальше, дальше у нас идут рабочие посты, это, соответственно, посты, которые, естественно, нас продают, продающие посты. То есть я здесь описала для себя как со своей точки зрения деятельности. Я могу писать про секреты съемки, про работу с фотоаппаратом, про своих клиентов, естественно, про стоимость, про бэкстейджи. То есть это все, все то, что продает меня как специалисты. То есть когда люди заходят ко мне на страницу и видят, там, естественно, котика в очках, они не ожидают, что я буду писать очень хорошие заумные посты про там свою сферу деятельности, как я работаю с клиентом, либо еще что-то. То есть я привлекаю это юмором, но я и подтверждаю, так как говорится, свой статус специалиста в данном случае. Вот, и проводя какую-то активность, я повышаю активность и лояльность своей аудитории. А в личных постах я просто позволяю людям познакомиться и понять, комфортно им со мной, как говорится, и работать, и читать меня, или некомфортно. Далее, обязательно, смотрите, здесь подписан копирайтер Ира Марьясова. Я ее безумно люблю, она очень грамотный, как говорится, копирайтер и специалист в своем деле. И здесь я взяла именно, как говорится, выписку вот из ее курса лекций, который у нее есть по написанию, не в принципе даже текстов в Инстаграме, а в принципе по написанию для статей, журналов, либо еще что-то. Давайте я тогда зачитаю, чтобы вы поняли, о чем здесь идет речь. Вот, например, у текстов есть запахи. Запах неуверенности, снобизма, звездности, скуки, грусти, радости, счастья, благополучия. Здесь дальше идет пример. Мастер по маникюру написала пост. Она долго расхваливала процедуру, свой талант, завершала текст словами, на самом деле я не волшебник, только учусь. Согласитесь, эту фразу вы однозначно слышали в своей жизни от любого творческого человека. Соответственно, здесь есть, вот, вы можете еще найти другого мастера, но я помогу вам. И дальше после многоточия, естественно, человек уже текст не читает, потому что в данном примере у нас присутствует запах неуверенности. Человек неосознанно транслирует подписчикам мысль, что я плохой мастер, найди другого. Обращайте на это внимание, когда вы пишете продающие тексты в том числе. То есть обязательно, как говорится, не нужно хвалиться, но не нужно и преуменьшать свои возможности, способности и мыслительные, и в жизни в том числе. То есть обязательно имейте, как говорится, твердую позицию. Ваши тексты, которые вы пишете, они должны благоухать уверенностью и полностью, как говорится, с абсолютным пониманием про то, что вы пишете. Далее у нас идут примеры. Смотрите, все люди говорят о погоде. И здесь у нас есть, раз, два, три, четыре, пять. Пять примеров, как можно одну и ту же фразу по-разному перефразировать. На улице идет дождь, в Москве зарядили дожди, небесные канцелярии сегодня не в духе, Москва умылась дождем, и в Москве дождь, а у меня прыщи. Соответственно, из этих пяти вариантов вы просто для себя каждый можете выбрать, как вам комфортно общаться с своей аудиторией. Кто-то любит лирику, кто-то любит, как говорится, сухое описание фактов. В Москве дождь, плохо, пробки, отвратительно и прочее. Вот, соответственно, вы можете, опять же, с точки зрения юмора, придумывать какие-то интересные словосочетания, там, играть в рифму, например. Вот, опять же, тексты, они так или иначе тоже транслируют вас как специалиста, и не обязательно писать полотна трехметровые, чтобы человек мог понять, какой вы человек по темпераменту в том числе. Вот, но самое главное, есть такая еще синтаксическая, как говорится, плюшка, и очень трудно описать словами, но сейчас попробую мне привести пример, рассказать, как она считывается. Многие люди, когда начинают писать тексты, а писать тексты в Инстаграме очень важно, особенно в нашей русскоязычной аудитории, они начинают по одному-двумя словами описывать какую-то фразу и предложение, там, в Москве дождь, все плохо, устало, хочу в отпуск. Такой пост читать неинтересно, рифмуйте и сочетайте между собой разные по длине фразы. В Москве дождь, я проснулась сегодня в отвратительном настроении, кофеварка сгорела, кот выгреб весь наполнитель, устала, хочу уехать. То есть вы понимаете, вот здесь на примерах я, во-первых, шире, как говорится, раскрыла историю, которая там у меня была, например, сегодня либо вчера, и, соответственно, разная длина предложения по-разному вас интересует. Есть паузы, есть перерывы, есть длинная структура, до которой я могу больше вместить количество, например, информации. Вот поэтому у нас в фотографии есть ритм, и в текстах он тоже есть. Бывает покороче, бывает подлиннее, и, соответственно, рифмуйте это по-разному. Далее, соответственно, помощники по контенту. Приложения, которые... не так быстро. Приложения, которые здесь есть, они могут работать... Они, во-первых, могут быть только на iPhone, к сожалению, если вдруг у нас здесь сидят адепты другой, другого бренда. Либо они есть и на Android в том числе, но могут работать не так корректно, как они работают на iOS. Вот, здесь перечисляю. Verbal, Plotiverse, Image, StoryArt, Unfold, Maglite и Perspectivize. Про Verbal мы немножечко поговорим отдельно, потому что это просто гениальнейшее приложение, которое сейчас, как говорится, рвет все показы и статистики в Инстаграме, потому что это застывшая синемография, которую вы можете сделать на раз-два, оживляя совершенно любую уже готовую фотографию. Plotiverse — это сейчас вот в дальнейшем будет пример этой анимации, но я быстренько... Я не все сделала примеры по видео, и поэтому сейчас опишу так словами. Image — это тоже синемография, но там она не такая качественная, которая бы есть Verbal, поэтому, как говорится, на ваш страх и риск. Хотите вы ставите, либо нет. Далее у нас идет StoryArt и Unfold — это те самые приложения, в которых вы можете делать макеты по истории, по тем рекламным макетам, которые я вам показывала. Они были сделаны именно в этих приложениях. Про Maglite отдельно покажу видео. И, соответственно, вот здесь, к сожалению, не успела поменять картинку, там другой значок. Perspectivize — это то, что нам исправляет для людей, которые снимают природу, либо ландшафт, либо города, которые помогают исправить нашу перспективу. Давайте пойдем поконкретнее, что делает каждое предложение. В Plotiverse, как вы видите, мы можем оживить любой какой-то наш отдельный предмет. Получается очень красивая анимация, но минус в том, что мы не можем работать по слоям. То есть у меня фотография с цветочком, она, как говорится, слитая, и, соответственно, мне нужно выделять область. Там есть маска называется, когда вы зайдете и посмотрите. Вы просто маской выделяете область, за которую анимация не должна заходить. То есть вот как так сделать, чтобы... Вот. Видите, у меня только здесь мои листики движутся, но вот там еще чуть-чуть попала часть заднего плана. Если бы двигалась рука, то это было бы уже некрасиво сделано. Поэтому приложение очень классное, создает очень красивую анимацию, но, к сожалению, сложная она в работе, потому что у нас должен быть наш какой-то предмет, как говорится, снят отдельно. Но дальше у нас идет Verbal, и вот его я обожаю больше всего, потому что можно оживлять, и дело то, что у нас... Это моя фотография, если что. Надеюсь, у нас нет беременных сегодня. Мы можем оживлять и создавать анимацию дышащегося сердца. Также это тоже сделано Verbal. Как видите, очень хорошее качество анимации. И самое главное, вот обратите внимание, красиво смотрятся фотографии, которые, в принципе, так уже и была снята. То есть если у меня, например, вот на следующем кадре, у меня, в принципе, не был снят этот замороженный пар, то анимация выглядела бы не так гармонично, как говорится, вписанная. Поэтому, используя данные приложения, старайтесь, в принципе, сразу подготовить фотографию, которая подходит под ту анимацию, которую вы задумаете. В Verbal есть очень много возможностей. Там есть искры, там есть пар, там есть бенгальский огонечек. Сейчас будет тотальное засилие фотографий с бенгальскими огонечками в Инстаграме. Вот, и, соответственно, привлекая внимание вашей аудитории, показывая им что-то новое, оживляя подобную фотографию, вы повышаете свою ранжированность, повышаете интерес к вам, потому что вы сделали что-то новое. Людей в Инстаграме и вообще, в принципе, людей, окружающих нас, нужно постоянно удивлять и чем-то новым заинтересовывать. Так, и, соответственно, дальше у меня просто примеры, что подобную анимацию я также использую для своих клиентов и, как говорится, продаю вот подобные роды синемографию в том числе. И, то есть, соответственно, за это я получаю оплату отдельно, потому что у нас есть контент за фотографию, а есть оживший контент. Оживший контент, как видео, там, синемография и прочее, оно, естественно, привлекает к себе больше внимания, и так как на это уходит больше времени, я за это требую большую оплату. Вот, и, то есть, вы, соответственно, тот же самый прием можете использовать и для себя в дальнейшем. Здесь это пример, например, как можно сделать пример, например, как можно сделать афишу, и, соответственно, как можно оживить простенькую фотографию в жанре Flat Lace кофе. В дальнейшем у меня сейчас здесь будет находиться видео, в котором как раз-таки и покажет, как проходит процесс. Соответственно, выходим в приложение, выбираем фотографию, которую мы будем оживлять. Я буду делать это плакатик, который как раз-таки вы видели, то есть, видите, здесь можно работать по слоям. У меня самое главное есть моя картинка, на которой находится текст, как логотип, и просто какая-то анимация. Она сразу выглядит слитой, ее можно подвигать, и, соответственно, мы можем выбрать совершенно любой эффект, который будет у нас расширять, например, нашу анимацию, двигать в разные стороны, блюрить ее, пикселизовать и прочее. То есть поле для деятельности огромное, можно сделать, в принципе, все, что вы хотите. Кстати, и анимацию можно делать в том числе в этом приложении. По слоям, например, рисовать какую-то картинку и делать живых человечков, либо еще что-то. Поэтому оно простейшее, оно гениальное. И самое главное, оно сейчас, в принципе, у нас уже нет, как говорится, бесплатного контента. Каждое хорошее приложение, они либо дорого стоят, либо у них дорогая подписка. Вербл, благо, удалить watermark, стоит, если я не ошибаюсь, в районе 200 рублей, что, слава богу, как говорится, доступные средства. А все остальные эффекты, которые вот там внизу находятся, они, в принципе, стоят в районе 80 рублей, что тоже достаточно у нас, ну, если, как говорится, не бесплатно, то хотя бы экономно выходит. Но благодаря этому, ну, я думаю, вы же поняли, как происходит анимация. Благодаря этому, следующий слайд. Нет, сейчас я быстренько пролистну. Сейчас, сейчас. На статистику. Это статистика, когда в моем логе еще было в районе 40 тысяч подписчиков. И то есть, как вы понимаете, какие охваты. На данный момент, когда подписок в инстаграме выходит больше, чем за 10 тысяч, то наши, как говорится, показы и охваты, они делятся ровно наполовину. И то есть, у меня было 40, а, как вы видите, охваты 35 тысяч людей. То есть, соответственно, это практически 100% моей аудитории. Это колоссальные показатели. И, соответственно, это посещение, это, понятное дело, подписки. И, как вы видите, вот ожившая анимация из устриц поделилась 177 человек. То есть, подобные ожившие фотографии, они становятся вирусными. Ими делятся, они попадают в ленту топа, они попадают в ранжирование ленты. И, соответственно, я привлекаю тем самым количество к себе людей. А чем больше у меня людей, чем дороже стоит рекламная интеграция, понятное дело. Вот. И это просто фотография, которая, как говорится, была ожита в данном, оживлена в данном предложении за пару минут принесла мне людей, как говорится, и деньги в том числе. Дальше у нас идет другое приложение. Это MagLive. Вот там вот анимация. Пряничек. Оживший пряничек. Что такое приложение MagLive? Соответственно, сейчас здесь будет видео, которое у нас как раз-таки и оживит тоже совершенно любую нашу фотографию. MagLive — это приложение по оживлению любого лица. То есть вы можете вот прямо сейчас, например, скачать себе MagLive, загрузить какой-нибудь селфи. Наверняка у каждого из вас есть селфи в телефоне. И, как вы видите, сразу автоматически будет у нас оживлено мое лицо, ваше лицо в данном случае. Текст можно убрать. Внизу есть готовые варианты по оживлению лица. Вот есть совершенно какая-то сумасшедшая вещь. И согласитесь, что увидев подобное в ленте, можно просто сойти с ума и подумать, что у вас явно что-то с глазами. Ну и, конечно же, это очень круто работает, потому что это, опять же, согласитесь, это вызывает эмоции. А как вы помните, про что я говорила, самое главное — это вы должны вызывать эмоции. В дальнейшем здесь я показала, как можно подвигать все точки, чтобы сделать анимацию более подстроенной, как говорится, под ваше лицо. И, соответственно, вот именно подобным образом я и оживила пряничек. Показала, где находятся как бы глаза, где рот и, соответственно, где язык. Давайте посмотрим до конца, потому что здесь есть, вот, по инструментам, здесь вот эти как раз-таки у нас варианты по анимации. Когда мы спускаем пальчик вниз, у нас анимация доходит до 0%, и она не такая насыщенная. Когда поднимаем палец вверх, у нас максимум 129 вариантов, и, соответственно, вот, как сейчас с языком, и, соответственно, это максимальное выражение эмоций, которые здесь есть. Таким образом вы можете оживлять не только свои фотографии, но и фотографии ваших друзей, людей, или брать какой-то готовый контент, и тем самым просто, как говорится, шокировать ваших друзей в том числе. Вот, и, соответственно, опять же, то, что у нас, так как, смотрите, я фотограф, и в моей ленте, понятное дело, в основном это всегда статичные фотографии, и, соответственно, запуская такой интерактивный контент, активный, как у нас были личные, рабочие и активные посты, я, соответственно, каждый раз чем-то удивляю, вдохновляю свою аудиторию, я не даю им соскучиться, потому что держать, как говорится, свою аудиторию в течение трех лет, чтобы им было интересно меня смотреть и слушать, это колоссальный труд. И, соответственно, благодаря подобным родам приложения, которые каждый раз появляются все новые и новые, у вас тоже есть возможность всегда интересовать и вдохновлять, и шокировать, в том числе, вашу аудиторию. Перспективайс, это, как я говорила, самое главное приложение, которое исправляет у нас перспективу, дисторсию, в принципе, все айфоны, так как у них камера широкоугольная, если у вас там не айфон модели плюс, у которого есть объектив-полтинник, встроенный от Carl Zeitz, то, соответственно, обыкновенная, обыкновенная здесь линзочка, она широкоугольная, и, соответственно, она берет огромную плоскую в нашей фотографии, и у нас происходит очень сильно искажение перспективы в изображении, то есть то, что мы глазами видим, как бы все ровно и хорошо, фотографии у нас начинают пристать в наше здание. Вот, и исправляя, опять же, в данном предложении за пару минут фотографию, она становится такой, как мы видим ее глазами, и, соответственно, становится более интересной и грамотной. И бикини. Здесь нет видео, но, я думаю, так понятно, что это до-после. Если не очень понятно, то, как говорится, обратите внимание на плечи и немножечко на высоту. Это предложение идеально для девушек, потому что здесь можно чуть-чуть себя сделать стройнее. Конечно же, не усердствуйте, все равно нужно всегда оставлять правду, потому что люди увидят, как говорится, вас в жизни, и в жизни себя так не отфотошопишь. Но, тем не менее, чуть-чуть себя улучшить в любом случае можно. Особенно я, как человек не очень высокого роста, страдаю от того, что меня всегда фотографирует как гномика со своей высоты. Вот, и поэтому мне фотографии приходится чуть-чуть вытягивать. По последнему кадру, обратите внимание, как говорится, есть четыре ползунка, мы исправляем рост, мы можем уменьшить голову, мы, соответственно, можем увеличить грудь, уменьшить сталью и вытянуть ноги. Опять же, самое главное, что я хочу сказать, не переусердствуйте. Как говорится, чуть-чуть себя подкрасить, мне критично, как бы, в принципе, если вы против этого вообще, то, как бы, это тоже ваше право. Далее у нас развлечение. Ну, это не то, чтобы развлечение, это три приложения, которые очень-очень сильно помогут в вашей сфере деятельности. Первое приложение – стаканчик, перспектив и фототек. Вот фототек, здесь у нас как раз-таки находится, принтскрин с правой стороны. Что он делает? Смотрите, это же видео, да, это видео. Я могу выбрать любую фотографию, ее загружаю, и она пишет мне хэштеги. Иногда придумать хэштеги на публикацию – это тяжкий труд, и нужно ставить как минимум 20, если не ошибаюсь, по-моему, максимум 25 хэштегов, которые увеличивают охваты нашей публикации. Соответственно, иногда придумать эти хэштеги – это просто какой-то колоссальный труд, и данное приложение нам помогает быстренько справиться с этой ситуацией. То есть вот внизу у нас находится значок 2 странички, которые мы просто копируем и вставляем в описание, вернее, непосредственно при публикации в Инстаграм. Далее что у нас идет? Далее у нас идет посередине скрин из приложения «Стаканчик». Это приложение, в котором просто собраны какие-то самые интересные статьи, блиц-факты, наблюдения о природе, о кино, о жизни, о искусстве. И, соответственно, читая, просто вы каждый день можете, во-первых, узнать что-то новое, и, соответственно, брать оттуда идеи для своих публикаций. С левой стороны текст «Интабот». Это бот в Телеграме, что он делает. Чаще всего люди не понимают, как разбивать абзацы в Инстаграме. То есть многие делают точки, делают абзац, точку и следующий абзац. Текст «Интабот» помогает нам расставить, как говорится, скрытый сигнал, вернее, скрытый символ, это называется, без этой точки. То есть наша верстка текстов, она, соответственно, легко у нас читается. Как в книгах, вернее, если вы читаете книги, вы могли наблюдать о том, что там есть абзацы, есть, как говорится, красная строка. И, соответственно, в Инстаграме работает ровно то же самое правило, что нам легче читать текст, который сверстан, как в книге. Текст сплошным полотном, его читать трудно. А текст, который сплошным полотном, еще с перенасыщенной, как это, с эмодзи, когда у нас куча эмодзи, его вообще невозможно читать. Вот, поэтому текст «Интабот» помогает нам справиться с подобной проблемой. Он вам скажет, что, например, если вы пересилили, вернее, перешли за количество знаков, которые доступны в Инстаграме, если вы злоупотребили с эмодзи, и, соответственно, расставит вам все точки и запятые, я имею в виду, по абзацам. Вот, а последнее приложение, это приложение «Перспективы». Сейчас вернусь назад. Да, да, приложение, которое вот посередине «Перспектив». Ну, это, знаете, немножко, как говорится, на любителя, но мне очень сильно помогает держать себя в тонусе. Что здесь есть? Как вы видите, вот там под красным значком, оно не видно, но там 90-й год, потом идет 91-й, 92-й. Соответственно, 90-й год – это год моего рождения. Это платформа, как говорится, это одна страница, она разбита до, если вроде бы до 90 лет, да, получается. У нас идет 30-60-90. Вот, то есть мне уже скоро будет 29, потом 30 лет, и в данном, данный серый квадратик – это год жизни. Заходя в год жизни, он разбивается у нас по 12, по 12 месяцам, и заходя в месяц, я каждый день свой отмечаю и окрашиваю, какой он был. Ну, красный – это неплохой день, желтый – это средний день хороший, а зеленый – это, в принципе, радостный. И я стала вести это приложение только недавно, вот, и, соответственно, у меня пока все серое. Вот, но очень хорошо помогает сосредоточиться в том плане, что, когда ты видишь, какой-то день был неудачный, ты начинаешь его анализировать, почему он был неудачный. И помогает еще, самое главное, сосредоточиться в том, что я понятия не имею, когда закончится мой серый квадратик. То есть это будет через 2 года, через 3, через 4. Я не знаю, и, соответственно, это помогает задавать себе корректные вопросы, на своем ли я месте и занимаюсь ли я тем, чем я хочу заниматься. Когда мы не знаем, когда мы умрем, ну, мы, соответственно, и не погружаемся в жизнь, и не живем ее осознанно. А когда мы каждый день смотрим и наблюдаем за тем, что у нас день ушел из нашей жизни, окончательно мы не можем его вернуть, это помогает держать себя в тонусе и заниматься только тем, чем вы реально хотите заниматься. Что у нас остается? Главный вопрос – это, соответственно, где же искать все эти замечательные приложения. А в App Store они пишут замечательные статьи, которые, как вы видите, подбирают, делают подборку для набора для блогера-миллионника, инструмента художника, для музыканта, для продавца, для строителя, либо еще что-то. Многие люди почему-то не заходят в App Store, они туда заходят только обновить приложение, которое требует обновления, но не знают о том, что какую колоссальную, как говорится, работу проводят редакторы в данном приложении от App Store. Вот, и, соответственно, я туда захожу каждую неделю и мониторю, какие приложения появились новые, какие на топе, какие популярные. И, соответственно, так в первую очередь и нахожу какие-то вот интересные приложения, как Вербал и Маглайв, которые помогают мне первой оживлять свои фотографии и первой делать тот контент, который начинает появляться в Инстаграме все больше и больше. В прошлом году, и сегодня это продолжается тоже, наверняка вы увидели, в принципе, у каждого второго блогера, это фотографии там, где на него сыплется снег. Видели такое? Уже просто всем надоело. Вот, и, соответственно, подобные роды фотографии я анимацию делала еще полтора года назад, и тогда это был вау-эффект, и серия, ого, боже мой, как ты это сделала? А сейчас все уже такие, эээ, снег на фото. Вот, и, соответственно, чем быстрее вы что-то новое для себя выносите и делаете это первее всех остальных, тем плюс именно для вас. И помощники по визуалу. Это те приложения, которые помогают выстроить гармонично нашу ленту. In Preview, Anam, Content Office, Planoli, Preview и Bear. Но Bear это приложение, которое не фотографии у нас, двигает в нашей ленте, а тексты. Это вообще на самом деле Bear. Если вы пишете тексты, пишете какие-то посты, это гениальное просто. Я всем его советую, рекомендую, потому что у него есть навигация по хэштегам. То есть вы себе можете сразу, как вот у меня был слайд, где по постам личные, рабочие и активные. И, соответственно, по этим хэштегам сразу, ну, навигация для самого себя. Чтобы я иногда писала до этого в заметках и могла вот так вот, сохраняла хэштеги, которые копировала и сразу ставила на публикации. Могла листать, искать эту заметку, наверное, там 10-15 минут. А в Bear просто захожу по хэштегу, теги и сразу копирую и вставляю. Что же у нас происходит, как говорится, в данных приложениях и зачем они нам нужны? Данные приложения помогают нам визуально позволять гармонично построить нашу ленту. Самое главное правило – это соблюдайте границы, например, кадра по центру. Что у меня здесь есть? Обратите внимание, что я начинаю чередовать там светлые фотографии и темные фотографии и чередую их по границе кадра. То есть, когда я публиковала одну фотографию, я следующую выбираю такую, чтобы у меня по правой границе она сливалась или была похожа с той, которая находится по соседству. Конечно же, иногда случаются вот такие вот вещи, которые трудно сочетать. То есть, если, например, здесь у меня по цвету оно сочетается, а вот там, получается, трава слишком темная, а фон у меня белый. Но такие публикации я ставлю по центру, чтобы они просто привлекали к себе нарочитое внимание. То есть, делаю это специально. У нас есть правило чередовать по ракурсу, то есть, либо вы публикуете там все фотографии сверху, либо наоборот, там снимаете портрет, снимаете сверху и снова снимаете в перспективе. Вот. Либо мы по цветовому продолжению делаем. То есть, как вы видите, у меня там, например, вот напитки идут розово-желтые, потом фиолетовый цвет, потом красный цвет. То есть, я свою ленту публикую по трем кадрам. Есть очень много шаблонов, которые есть в доступе, там есть по диагонали, шахматная клетка, либо еще что-то. Лично мне, как фотографу, легче выстраивать по три фотографии в ряд. И мы идем-идем. Флэтлей. На что вы, собственно, сегодня и пришли, на лекцию. Самый главный вопрос, как раскладывать. Сейчас я вам быстренько расскажу про композиционные построения. Первое композиционное построение, это у нас третье. Когда вы заходите в камеру вашего телефона, у меня, например, автоматически сразу отображается сетка. Если у вас этой сетки нет, то обязательно ее себе включите, потому что по этой сетке проще всего готовить и, как говорится, снимать сразу хороший кадр. Третье, они у нас бывают и горизонтальные, и вертикальные, что самое главное в подобной композиционной сетке. У нас есть вот черные точки. Черные точки, это называются места силы. В эти черные точки мы должны располагать наш главный объект съемки. Вот эти углы, крайне левые, крайне правые, это называются мертвые зоны. Вот туда не стоит класть никаких жизненно, как говорится, важных элементов вашей композиции, потому что в основном люди будут считывать то, что у нас находится на пересечении наших третей, соответственно, в точках пересечения. Далее следующее построение, это по спирали. Как бы спираль, как вы видите, она может проходить и с левой стороны, и с правой стороны. Она точно так же может проходить у нас и сверху, и снизу. Обратите внимание, что у нас происходит при данном построении. У нас в нашей фотографии всегда должен быть, как говорится, вход в кадр. Здесь, соответственно, мы, как видите, я ложкой прочерчиваю внимание зрителя, то есть направляю его, что если смотри вверх, там белое, то есть делаю, выстраиваю по спирали, располагаю предметы так, чтобы у меня не подчеркивали, как говорится, направление данного композиционного построения, и сходило тоже, пересекалось там в некоторых точках. И предметы, такие как баночки, специи разложенные, и ложки, либо еще что-то, направляю, соответственно, по движению вверх. В нашем завитке это тоже находится всегда либо какой-то главный по композиции пример, предмет либо по цвету, либо идейный. Вот здесь, в принципе, у меня просто история, как говорится, про суп, поэтому в моем завитке, в моем акценте просто находится, если по левой фотографии акцент на ингредиенты, на украшения, а на правой фотографии акцент, соответственно, на ложку, то есть то, что вы можете взять ложку и прямо сейчас начать есть этот прекрасный тыквенный супчик. Далее схема. Это диагонали, соответственно, в диагоналях это ровно то же самое, как и по третьим. У нас тоже в данном случае есть точки пресечения, которые являются точками силы, и мы должны располагать наши предметы как раз-таки по этим выстроенным диагоналям. И последнее, если я не ошибаюсь, это треугольники. Мы можем поделить наш кадр на четыре части, и при этом крайне левое и крайне правое, это точно так же относится к мертвой зоне, то есть не располагаете туда каких-то критически важных элементов и моментов, а в то же время основных, главных героев вашего кадра располагаются в основных по центральному нижнему левому и центральному правому верхнему треугольнику. Далее у нас, какие бывают, как говорится, варианты построения флэтлея. Есть внутрь, ну то есть видите, что происходит именно внутри кадра, и есть наружу. То есть это кадр, который не имеет замкнутого пространства и имеет с собой продолжение за его границы. Также у нас есть gathering. Gathering – это сбор, это то есть мы, в принципе, берем основные ингредиенты, например, которые есть в неком продукте, либо рецепты, либо еще что-то, либо в принципе собираем вокруг себя весь реквизит, который подходит под задумку и концепцию нашего снимка. Copy Space – это самый главный продающий вариант флэтлея. В Copy Space мы располагаем нашу раскладку из предметов вдоль периметра кадра, и, соответственно, у нас есть свободное место, на которое мы можем положить наш Product Placement, то есть продукт, который мы продаем, либо мы оставляем в свободное место, и там можно писать некий, например, текст. Подобные раскладки Copy Space без, соответственно, главных предметов, рекламных, они очень хорошо продаются и публицируются в том числе, потому что в подобную раскладку человек, соответственно, может создавать свой контент, он может туда вписать свой текст, и, соответственно, там, например, в Photoshop вставить какой-то, ну, свой предмет, который у него есть, который он продает. И пример, чтобы вы не спали, как вы думаете, что здесь внутрь, что наружу, соответственно, ваши варианты. Вот это. Внутрь, наружу. Все верно. Здесь какое композиционное построение использовано? Нет. Спираль, все верно. У нас спираль располагается с нижнего, вернее, с верхнего льевого края, она начинается в книге, ложка намекает на движение вперед, и, соответственно, вот она так вот закручивается, и заканчивается там на лепекаре, про продукты Ларош-Позе, и, соответственно, пиончики. То есть я делаю замкнутое движение и акцентирую, да, акцентирую ваше внимание исключительно только на продукте. Но смотрите, есть вот уже следующий кадр, и что вы скажете про него? Какая здесь схема построения? Сложно, да? Стало сложнее. Смотрите, это уже третий. Почему? Потому что у меня появляется такой же, как говорится, равнозначный по масштабу объект, как рука по отношению к пиону. Соответственно, рука больше, рука, в принципе, одинаковая по цвету с пиончиком, и они работают, как говорится, напротив друг друга. То есть у меня рука находится в нижней трети, у меня пион находится в нижней трети. И ровно посередине я точно так же, опять же, замыкаю ваше внимание, что вы смотрите исключительно на продукте. То есть у нас появляется, естественно, другой уже объект в кадре и меняется впечатление и ощущение от снимка. То есть согласитесь, что эмоции, так скажем, впечатления от снимка данной фотографии вызывают у вас разное. Здесь как бы у нас просто безличная раскладка, а здесь у нас появляется личное присутствие. Когда у нас присутствуют руки и человек в кадр, мы же, соответственно, это анализируем и оцениваем, как личное присутствие в кадре какого-то человека и, соответственно, потребителя, либо ассоциируем себя с данной рукой. Так как это, как говорится, женская продукция, вы смотрите на подобную раскладку и применяете для себя по вашему образу жизни, подходит она вам, например, или нет. Как снимать? Просто. Телефон, отражатель, рефлектор и окно. Кто-то знаком вот этими кругляшками? А кто не знаком? Тот, кто не знаком, смотрите, тот, который беленький, это называется рассеиватель, рефлектор. Тот серебряный кружочек, который находится снизу, это называется отражатель. Не снимайте при ярком солнце, потому что солнечные лучи, они по своей насыщенности выжигают свет, они очень яркие и, соответственно, когда вы снимаете некие раскладки при ярком солнце, у вас могут появляться супер насыщенные тени и выбеленные, например, какие-то светлые предметы. В данном случае нам нужно наш солнечный свет рассеять. Вам в данном случае может помочь, например, белая штора, которая у вас висит на окне, либо если у вас там жалюзи, а нет шторы, то вы можете использовать подобный рассеиватель. Они продаются в любом, на самом деле, фотомагазине и стоят они крайне дешево в районе 100 рублей. Есть разные, понятное дело, размеры, есть там 30 сантиметров 50, 100, полтора метра, вот, ну и, соответственно, полтора метра будет стоить чуть-чуть подороже, будет стоить там 150 рублей. Вот, что у нас делает наш отражатель? Отражатель, он смягчает тени и он подсвечивает, добавляет в кадр еще дополнительное количество света, если нам его вдруг недостаточно при нашей съемке. Соответственно, здесь вот вы можете наблюдать бэкстейдж, вот как это было снято и какая у нас выходит фотография. Как вы видите, у меня располагается сверху окно, стоит фотофон, что такое фотофон, все знают, это тот предмет, это предметы, на которых мы снимаем наши раскладки, чтобы не снимать, например, на полу, потому что это не аппетитно, и чтобы у нас была там разная текстура, разный цвет в кадре. Фотофонами занимаются, соответственно, мастерские, они на этом зарабатывают, и все, как говорится, меню, то, что вы видите в заведениях, когда вы ходите, это все снимается на отдельных фотофонах, потому что на столешницах снимать невозможно. Вот, я кладу на два стула свой фотофон, делаю раскладку, и, соответственно, здесь у меня без отражателя, да, обратите внимание, отражатель не стоит, и, соответственно, в правой фотографии достаточно глубокие тени. Тени от фотоаппарата, тени от шляпы. Фотография работает на таком, скажем, контрасте светлых предметов, то, что бликует, и на контрасте с достаточно насыщенной тенью. Если вы вдруг хотите у меня спросить, но не спрашиваете, где нужно ставить окно и куда ставить отражатели, то мы просто крутимся вокруг окна, как говорится, по левую, по правую сторону, либо снимаем при контровом освещении, когда окно находится у нас позади. А отражатель в данном случае мы ставим, естественно, напротив окна, либо также там по левую, либо по правую сторону. То есть вот если бы я снимала не флэтлей, а вот как вы сейчас смотрите на снимок, то в данном случае мне нужно было использовать отражатель, чтобы у меня ботинок не уходил в такую тень, как здесь сейчас есть. Дальше пример как раз-таки уже непосредственно с отражателем. Это не окно, это у меня софтбокс, потому что, естественно, я, как любой творческий человек, работаю по ночам. И у меня нет доступа ни к солнцу. Вот, это импульсное освещение, оно также может быть постоянным, то есть это обыкновенная лампа. Если вдруг вы не запариваетесь, как говорится, по этому поводу, нет возможности у вас там покупать профессиональное осветительное оборудование, то в данном случае вы можете адаптировать совершенно обыкновенную икеевскую лампу. Просто самое главное, чтобы свет у этой лампы был, во-первых, холодный, не теплого, а холодного освещения синего. И у нас также наш свет был рассеянный, то есть через некую такую полупрозрачную ткань. Ну и как вы видите, в данном случае по правую сторону у меня стоит отражатель, и поэтому в фотографии тень достаточно мягкая, легкая и не такая насыщенная. Вот здесь, как вы видите, можете сравнить то, что мы видим глазами, и здесь то, что у нас получается с помощью нашей техники. Все достаточно просто. И, соответственно, вопрос, а точно ли я фотограф, с учетом того, что все так просто и снимается в таких кустарных условиях? Я фотограф, но я, конечно же, и дизайнер в первую очередь, и поэтому здесь я подготовила вам слайды-помощники по сочетанию цвета, которые вы можете использовать в своих фотографиях. Как вы знаете, у нас все цвета, естественно, делятся на холодные и на теплые оттенки, и есть различные схемы цвета. У нас есть контрастная, то есть, например, желтая и фиолетовая, и если мы будем крутить нашу стрелочку, то, соответственно, разные цветовые схемы у нас будут на контрасте. У нас всегда есть монохромная, то есть раскладка из аналогичных цветов, и, соответственно, всегда есть ростная, только вот в данном случае эта картинка была взята из интернета, и она немножко, конечно же, с ошибкой, потому что желтый с зеленым, который здесь указано, это не совсем родственная. Я, конечно, это понимаю, что они думали, ну, вернее, показывали на последних, что у нас последний холодный зеленый, родственный последнему желтому, но сами между собой они не родственные цвета. Вот эти вот, например, два зеленых, они родственные. Желтый с оранжевым, он родственный. И оранжевый с красным тоже. Вот, поэтому, если что, говорю о том, что вот в данном случае зеленый с желтым, он немножко на контрасте и не совсем родственный. Что у нас по поводу холодных и теплых оттенков? Зеленый, как говорится, вообще вокруг нас окружает просто более чем 600 миллионов цветов и оттенков. Вот, и, соответственно, между собой, как нам их сочетать? Все цвета, так или иначе, можно поделить на холодные и теплые. Как их делят, это зависит исключительно от вашего, как говорится, внутреннего устройства глаза, потому что каждый человек считывает цвет абсолютно по-своему. Что для вас тепло, то для другого будет холодно. Поэтому в данном случае вы, как говорится, рассчитываете только на себя. Вот, но главное правило, это, как говорится, не сочетать холодные с теплыми оттенками, потому что в данном случае фотографии может просто случиться дисбаланс. И у нас нейтральные цвета. К нейтральным группам у нас, конечно же, относятся черный, серый и это типа белый, не выделен. Также у нас идет бежевый, телесный и коричневый. Что такое нейтральные цвета? Это цвета, на которых можно совершенно спокойно снимать все остальные элементы с любой тональностью. То есть, будь ваш предмет холодного, например, цвета, либо теплого цвета, нейтральный цвет его, как говорится, подчеркнет и вберет в себя. Вообще, тема цвета, она безумно сложная. Вот, поэтому я на абсолютно топорных, как говорится, словах вам сейчас это объясняю. Но самая главная мысль, которую обязательно для себя, пожалуйста, запомните. Черный цвет – это отсутствующий цвет в кадре, а белый цвет – это заполняющий цвет в кадре. Что я имею в виду? Обратите внимание, во-первых, я перешла на последние наши слайды, это жанры в фут-флот-лее, и просто обратите внимание, как вы воспринимаете фотографию на светлом фоне, и как вы воспринимаете фотографию на белом фоне. То есть, белый фон, он является точно таким же, как говорится, элементом композиции в нашем кадре. В то время, как на черном фоне, на темном дереве, мы в основном выявляем именно по акцентам наших главных героев. То есть, здесь у нас картинка посередине смотрится цельно, сама по себе. Картинка с правой стороны является, так скажем, продающей именно по пирогу. Вот, ну и, собственно, мы перешли к последним слайдам. Еще раз вернусь к Рустику. Это жанры в флот-лее, которые будут в тренде всегда. Это Рустик, Хюгия и Кинфолк. Вот, и, соответственно, здесь располагаются примеры, которые у нас относятся к Рустику. Рустик – это жанр такой спокойной деревенской жизни, поэтому в данном жанре у нас хорошо сочетаются дерево, дерево, старые предметы, старые книжки, потрепанная постуда, потрепанный инвентарь и какие-то вот подобные декоративные элементы. Хюгия, как вы знаете, сейчас безумно распиаренный в данном случае, это, соответственно, уже образ жизни, как говорится, slow living, то есть медленной жизни, застывшие мгновения. Вот, и, соответственно, Хюгия – это уже акцент на суперуютную обстановку, то есть это свечи, это гирлянды, это книги, это пледики, это, понятное дело, милые тапочки, какие-то очень текстурные одежды, в том плане, что это свитера широкие, либо еще что-то. Вот, и могу сказать, что сейчас Хюгия очень востребована у клиента. Все съемки, которые, как говорится, ко мне приходят, они в основном просят, что сделайте нам фотографии, которые будут очень уютные. Под уютным мои клиенты имеют в виду, чтобы они адаптировались под Хюгия, потому что сейчас данные фотографии больше всего привлекают внимание зрителей в Инстаграме, то есть люди хотят отдохнуть, особенно в декабре, и, соответственно, подобного рода очень будьте здоровы, очень уютные фотографии, котируются в основном в Инстаграме. И последнее, это Кинфолк, это, знаете, такая привилегированная каста, это люди, которые снимают очень лаконично, очень дорого и богато. Соответственно, Кинфолку присущи текстуры мрамора, дорогие цветы, эвкалипты, ранонкулусы, либо еще что-то, естественно, дорогая техника, очень дорогая, как это называется, господи, косметика в том числе. Вот, и какие-то такие лаконичные, очень упрощенные по цветам предметы в кадре. То есть, если вы сейчас быстренько пролистнули три кадра, то обратите внимание, насколько они все разные. Рустик, Хюге и Кинфолк. То есть, по сути, можно сказать, что это как бы все флэтлей раскладки, но они все по-другому считываются эмоционально и вызывают у нас совершенно разный отклик в душе. И там еще какие-то два слайда. Все, это все. Я снимаю на восьмой айфон, когда это в раскладках, когда это рекламная кампания, которая должна быть… У бренда все очень строго по брендбуку, по пикселям, по качеству, либо прочее. Я снимаю на Canon 3 Mark и плюс, соответственно, импульсный свет. Отлично. Спасибо. А как вы потом размещаете фотографию в инстаграме, через компьютер? И через компьютер, опять же, iPhone и через Mac у них есть AirDrop. И, соответственно, когда я обрабатываю фотографию в компьютере, я через AirDrop ее просто перекидываю в телефон. То есть, не через какие-то приложения и без сжатия. У меня сразу итоговая фотография, в ее итоговом разрешении, которое она есть, перекидывается на телефон. И, соответственно, я уже ее публикую в инстаграм. И только в инстаграме уже в самом конце чуть-чуть подтягиваю резкость и контрастность. Но чуть-чуть. И, соответственно, если вы зайдете, посмотрите, качество это у меня абсолютно не ухудшает. Все. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.